другие отношения правды не дают вот смотрите веды говорят что три типа отношений существуют которые приводят человека к счастью в этом мире и веды также говорят других отношений вообще не должно быть в этом мире к вас как зовут спасибо вам большое итак смотрите других отношений вообще не должно быть первый тип отношений есть старший несмотря на то что они тоже есть недостатки просто бог мне дал старшего и он мне говорит правду обо мне я слушаю и пытаюсь это понять второй тип отношений мы друзья друзья это те кто могут сказать друг другу правду правду по-доброму по-дружески сказать ну чего ты издеваешься над своей женой перестань ее мучить я не издеваюсь но вот ты вот это вот вот я услышал как ты вот так вот здесь сказал это же неправильно хорошо я подумаю об этом называется дружеские отношения дружеских отношениях есть правда должна быть но смотрите у нас нет таких дружеских отношений с кем мы дружим с тем кто мне никогда ничего такого не скажет так если он сказал значит до свидания и третий тип отношений правильных это когда ты спрашиваешь у старшего не он тебе говорит а ты спрашиваешь ведешь себя как младший видите есть отношения старший с младшим есть отношения младший старшими с отношения равные когда они бескорыстную природу имеют когда ты можешь сказать человеку правду про его эгоизм поэтому веды говорят все отношения в этом мире имеют ценность когда мы с помощью энергии любви и заботы о человеке можем ему сказать о его недостатках с любовью это надо делать тогда он примет с любовью теперь у меня вопрос а в семье можно сказать о недостатках близкому человеку видите вы сказали да и ваша значит семейная жизнь будет уничтожена но будет уничтожено вы просто разрушите свою семью я вам сейчас объясню уровни развития семьи и вы поймете да или нет смотрите первый уровень развития семьи мы просто наслаждаемся друг другом нам не интересно как человек думает близкий как у него там работают мозги какие у него интересы в жизни есть есть у него духовное желание какие-то развиваться духовно или нет по что он верит нам не интересно мы просто наслаждаемся с ним просто вместе с ним балдеем пойдем сходим в кино пойдем прогуляемся на природу пойдем сексом позанимаемся и так далее мы наслаждаемся человеком просто мы с ним вместе проводим время это не развитые отношения в них нет никакой любви них есть только эксплуатация любви все это значит что эти отношения обречены на провал полностью них нет жизни них нет стабильности нет верности ничего нет есть просто одна разруха то же самое в дружеских отношениях смотрите взять дружеские отношения мы вместе ездим отдыхать мы вместе ходим в кино мы вместе там наслаждаемся разруха потому что когда наслаждение заканчивается у одного из этих людей второй уже к нему не придет там не было любви не было любви нет отношений любовь означает делать что-то для человека не наслаждаться его присутствием а служить ему вот как проявляются те люди которые служат в дружеских отношениях они следят за человеком те кто дружит они следят они говорят ты зачем туда пошел в этот кабак не надо туда ходить зачем тебе чем мало счастья в жизни давай сходим куда-нибудь другое место зачем тебе там находиться там плохие люди они тебя сделают алкоголиком это друг так говорит друг настоящий друг в беде не бросит лишнего не спросит вот что значит настоящий верный друг но в семейных отношениях неразвитые семейные отношения мы наслаждаемся друг другом можно правду сказать нет можно будет скандал ну как не будет как не вы ну как мы наслаждаемся друг другом вы говорите правду мужу это его наслаждает нет а но уметь насло объяснить это уже не наслаждение уметь объяснить это уже любовь мы говорим про наслаждение мы наслаждаемся друг другом ла 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 как бы с похмелья, или он поел, допустим, накормила его, он такой наелся, такой сидит, и у вас отношения вот такие вот, отношения, в которых вы просто наслаждаете друг друга, и вы ему говорите, ты чего так пьёшь? Он такой наслаждается только вами, он говорит, порядочный, что такое порядочный, мы разберёмся чуть попозже. И так он смотрит на тебя и говорит, если тебе не нравится со мной, я найду себе другую, с другой, то есть буду наслаждаться, с другой буду наслаждаться. Почему? Потому что если я наслаждаюсь только с человеком, такой тип отношений, значит, я не буду слушать. Зачем мне это слушать всё? Я просто наслаждаюсь с человеком, я не хочу никаких аскез, я просто живу как могу с ним. Я говорю, я как могу, так и живу. В чём проблема? Если тебе не нравится, до свидания. Будем жить с другим человеком? Мои хорошие, слушайте внимательно. Мы с вами разбираем разные уровни развития семьи. Для чего мы это делаем? Чтобы нам развивать семьи. Мы взяли самый низкий уровень развития семьи, когда люди просто балдеют друг с другом. Им хорошо. У них нет никаких обязанностей. Они просто наслаждаются жизнью. В этой ситуации можно сказать близкому человеку, вы можете сказать близкому человеку правду? Да. Он слушает вас? Спокойно? Скрипит зубами или нет? У вас уже развитая семья. И не надо мне только рассказывать, что она возникла в результате вот этого. Ля-ля-ля. То есть она возникла в результате того, что вы пытались заботиться друг о друге, служить друг другу, терпеть друг друга. Правильно. Но вы должны сейчас понять, что откуда берется. Понимаете? Потому что если взять фильмы, допустим, которые мы смотрим и пытаемся понять, как счастливо жить с другим человеком, то по этим фильмам что мы видим? Мы видим, что люди катаются на машинах, наслаждаются друг другом. Они балдеют там, на море ездят там и так далее. И как бы им хорошо друг с другом. Это означает счастье. Мы так это все видим. И сказки, как они сказки? Дальше. Смотрите, сказки. Люди добивались друг друга, добились. Счастье возникло между ними. Дальше что? Они стали жить, поживать и добра наживать. А кто сказки конец, а кто слушал, молодец. Дальше ничего не раскрывается. Понимаете, что там было? Сколько тарелок разбили о голову другого. Ничего уже не говорится. Говорится просто, вкратце. Жить, поживать, добра наживать. Все, точка. Почему? Потому что жизнь самая начинается потом. И об этом в сказках не принято говорить. Принято говорить, как мы добивались, как мы добились друг друга, как мы стали счастливы. И до свидания. А потом уже до свидания. Дальше уже сказки не рассказывают. Потому что жизнь начинается. Жизнь. Почему девушки в древней культуре, когда замуж шли, плакали? Потому что они об этом знали, что жизнь начинается. Так как мы насмотрелись фильмов, вот этих всех фильмов, мы насмотрелись, мы не знаем, что такое жизнь. Мы думаем, мне просто не повезло. Вот мне лично в семье не повезло, и поэтому я мучаюсь. А все остальные счастливы. Почему? Так как мы размышляем, потому что нет образования по поводу того, что на самом деле происходит. А на самом деле происходит следующее. Смотрите. В зависимости от того, насколько люди понимают, что такое любовь, настолько они счастливы в семейной жизни. Большинство людей под любовью понимают просто секс и наслаждение друг другом. Да, это энергия любви, но она эксплуатируется, энергия любви. Чем больше она эксплуатируется, тем больше в семье страданий. Чем больше мы эксплуатируем энергию любви друг друга, что происходит? Смотрите. Я наслаждаюсь близким человеком, я к нему привязываюсь. Если я с кем-то понаслаждаюсь, вот как это происходит? Сейчас объясню. Допустим, девушка ходила где-то, она мне не нравилась, просто не нравилась, да? И она с кем-то ходила. Я это замечаю, нет? Нет. Вот смотрите, понравилась мне девушка, я начал ей наслаждаться. И она с кем-то начала ходить в это время, кому-то улыбнулась. Уже тяжело. Мне понравилась девушка. И она кому-то там улыбается. Моя девушка, мне понравилась девушка, она кому-то улыбается. Она еще не жена мне, мы с ней вообще не знакомы даже. Просто она кому-то улыбается другому человеку. Бардак. Видите, чуть-чуть я понаслаждался человеком, чуть-чуть. Я уже начинаю к нему привязываться настолько сильно, что я его считаю своей собственностью уже практически. И я даже, я не могу как бы, почему дуэли-то стрелялись эти все там эти, стрелялись раньше, на шпагах дрались. Почему? Потому что так привязывается человек. На девушку посмотрел, все мое. Кто-то, допустим, ей предложение сделал, до свидания. Я тебя сейчас зарежу. За что ты его зарезал? За что? Просто отнял у человека жизнь. За что? Просто за то, что этот человек тоже считает, что тот объект, который я себе присвоил, что это тоже моя собственность. Видите, как действует эгоизм? Это суровая штука совершенно. Страшная вещь. Страшная вещь, разрушающая жизни людей. Разрушающая жизни людей. Итак, смотрите, человек наслаждается близким человеком. Он живет в семейной жизни с женой. Это мы сейчас говорим о том, что он просто увидел. А если уже живет? Не просто увидел, а живет уже с человеком. Привязанность становится сильной. Привязанность означает негативная вещь, не позитивная. Что она делает, эта привязанность? Она делает человека ранимым по отношению к близкому человеку. Вот что привязанность делает. «Очень ранимые, очень ранимые наши любимые». Правильно ведь? Очень ранимым человек становится. Близкий человек что-то сказал просто чуть-чуть не так, уже больно. А чужой сказал, нет проблем. Смотрите, мы о чем с вами сейчас говорим? Что привязанность между людьми возникает само собой. Она нас не спрашивает. Мы просто влюбляемся в другого человека и сразу, оп, между нами завязалась, завернулась какая-то сила такая, которая заставляет нас считать, что это моя собственность. Раз. Она засчитает, заставляет меня желать наслаждаться этой собственностью. Она заставляет меня вести себя определенным образом к этой личности. считать ее своей. И если это, представляете, моя собственность, моя жена, да, моя собственность, имеет плохое настроение. Я прихожу домой. И моя жена, которая является частью меня, должна, по идее, меня наслаждать. Она имеет плохое настроение. Я подхожу к ней и говорю, слушай, ты что, не улыбаешься? Она говорит, я тебя что, трогаю? Встань от меня. Неплохо, я тебя не трогаю. Я не могу улыбаться, у меня сегодня плохое настроение. Он говорит, нет, стоп. Давай разберемся. Просто так не бывает плохое настроение. Почему ты так себя ведешь рядом со мной? Я тебе что плохого сделал? Смотрите, то есть у женщины настроение, оно движется волнами. Потому что психика у женщины под влиянием энергии любви находится, которая движется циклами. То есть у женщины то цикл, то хорошее настроение, оно каждый день меняется постоянно. То хорошее, потом хуже, хуже, раз плохое. Когда у женщины плохое, она не может энергию любви никому отдавать. В это время она хочет побыть одной, отдохнуть, немножко успокоиться. Ей очень тяжело с кем-то общаться в это время, плохое настроение у нее. Она уединяется в доме. Когда у нее хорошее настроение, она ко всем липнет, всех целует, все хорошие, все, все классно. Потом раз плохое опять наступило. Женщина не может этим контролировать это, потому что в нее энергии любви или много поступает, или мало. В зависимости от того, сколько энергии любви поступает в нее, психику, столько она может отдавать. Но я сейчас не об этом говорю. Я сейчас говорю о том, что мужчина приходит домой, и так как он привязан к жене, он не может находиться в спокойном психическом состоянии, если у нее плохое настроение. Он не может. Ему становится крайне тяжело жить. Он становится рабом ее настроения. Результат какой? Скандал. На ровном месте. Теперь дальше второй вариант. Смотрите, второй вариант. Мужчина как делает счастливой женщину? Как он делает ее счастливой? Мужчина делает ее счастливой с помощью внимания. То есть он наделяет ее своим вниманием. Он сфокусирует на ней и заботится о ней. Говорит, вся жизнь в этом доме протекает только для тебя. Для тебя, для тебя, для тебя. Я сумею весь мир обойти. С неба звезды достать. Единственным стать. Дед Лебя, для тебя, для тебя. То есть женщине нужно внимания. Что это значит? Это значит, что она чувствует, что ее понимают, о ней заботятся. Ей хорошо, уверенно, спокойно рядом с этим человеком жить. И все нормально. Так? Теперь. Вот эта способность быть внимательным. Это естественная вещь для мужчины или нет? Ой, какие хорошие. Да. Женщина сказала. Так вот, знаете, женщины, дорогие мои, точно так же, как для вас очень трудно иметь всегда хорошее настроение, точно так же мужчине очень трудно быть всегда внимательным. Потому что точно так же, как женщине настроение, это аскеза, иметь настроение для женщины, это аскеза большая, иметь хорошее настроение. Точно так же для мужчины колоссальной аскезой является быть внимательным. Особенно, когда он устал и пришел с работы. Ему тяжело быть внимательным. У него на это нет сил. А женщина, которая привязана к мужу, к своему, к мужчине, она как воспринимает его невнимательность? Все, значит, ты в чем дело? Она ему говорит. Почему ты невнимателен ко мне? Он говорит, слушай, я так устал с работы, прости, вот я не могу как бы. Она говорит, мы все устаем. Но надо быть внимательным, понимаешь? Я же не говорю, устал ты или не устал. Я тебе не об этом говорю. Я тебе говорю о внимательности. Смотри, то же самое. Мужчина подходит к ней и говорит, почему у тебя такое плохое настроение? Она говорит, у меня сегодня вот такое настроение, ничего не могу сделать. Нет, извини меня, ты можешь что-то сделать, если закончишь. Видите, почему человек так не понимает другого человека? В чем причина? Смотрите, внимательно послушайте меня. Вам интересно лекции? Нет? Внимательно послушайте меня. Причина как раз та, которая разрушает наше счастье в нашей жизни. Эта причина от нас не зависит. Она возникает сама по себе в нашей жизни и сама по себе раскручивается. Эта причина называется привязанностью «Или желанием естественным образом, постоянно, само собой, испытывать счастье от близкого человека». Постоянно, само собой, независимо от обстоятельств. Почему эта вещь возникает? Потому что у нас внутри есть эгоизм, который мы должны научиться распознавать. Вот смотрите, вы сейчас придете домой, допустим, мужчины, постарайтесь не сильно зацикливаться на том, какое у жены настроение. И вы заметите одну вещь колоссальную. Впервые в жизни вы поймете, что вы полностью подчинены настроению жены. Вы будете пытаться, когда у жены плохое настроение, быть счастливым в доме, и вам будет это очень трудно сделать. Почему? Потому что никогда вы не пробовали не зависеть от ее настроения. Всегда вы пытали, всегда вы жили в зависимости. Почему? Потому что мы даже не пытались работать над собой. Мы просто живем тем, что нам Бог дал. А если не дает, мы бунтуем. Почему все ругани-то? Вот давайте возьмем теперь, почему мы ругаемся. Вот возьмем, почему возникает скандал в доме. Есть только одна причина. Только одна. Причина заключается в том, ты мне не даешь то, что мне надо, или наоборот. А ты мне не даешь то, что мне надо. Вот и все. А это что называется, означает? Привязанность, мои хорошие. Что значит привязанность? Привязанность — это спонтанное, неосознанное желание тянуть энергию любви из другого человека. Все. Желание тянуть энергию любви из другого человека. Называется привязанностью. Теперь, что надо делать, чтобы быть счастливым? Первое, надо что понять, что близкий человек не предназначен для того, чтобы отдавать мне энергию любви. Это иллюзия так думать. Если кто-то думает, что женщина, вот рядом с тобой женщина находится, она предназначена для того, чтобы тебя наслаждать, ты ошибаешься. Веды говорят, что ровно столько энергии, наслаждения, сколько ты от нее испытал, столько ты получишь привязанности в своем сердце, которая вызовет потом у тебя страдания. Какие страдания? Очень просто, смотрите. Очень простой вариант. Я привязался к хорошему настроению жены. Что это значит? Значит, завтра оно тоже должно быть хорошее, а оно у женщины меняется. Все. Завтра, значит, я буду мучиться рядом с этой своей женой. Буду страдать из-за этого. Что я привязался к ее любви. Все. Если я привязался к сексу с ней, значит, будет от секса страдание идти. Потому что не бывает никогда наслаждение одинаковым, понимаете? А я хочу того же самого завтра. Это называется привязанность. Почему все скандалы возникают? Потому что привязанность вызывает боль, сильную боль в сердце человека. Хочет он этого или нет? Привязанность вызывает боль. И она возникает сама по себе. Мы просто приходим домой, и у нас уже возникает привязанность, а потом она рождает боль. Почему рождается боль? А потому что мы не получаем, само собой, то же самое завтра. У мужчины меняется возможность дарить женщине внимание и защиту. Иногда мужчина защищает женщину, иногда нет. По своей судьбе у него бывает разная возможность. У женщины бывает разная возможность любить. Сегодня у ней больше силы, завтра меньше. Но когда человек привязется, он всегда хочет одинаковую силу любви. Ему не надо меньше, он не может уже меньше терпеть. Ему надо столько же. Теперь взять и детей. Смотрите, то есть мы наслаждаемся детьми, да? Наслаждаемся детьми. В это время, когда мы ими наслаждаемся, дети что делают? Они начинают привязываться к такому состоянию родителей. И раз они привязались, что они дальше делают? Начинают эксплуатировать родителей. Допустим, мама не делает так, как мне надо. Я начинаю капризничать. Что я делаю? Закрываю краник. Вот как сделать так, чтобы маму контролировать? Мама, допустим, у меня есть как её контролировать? Допустим, она не даёт мне конфетку. Что я делаю? Краник закрываю. Вместо наслаждать я начинаю плакать. Она, ой-ой-ой, конфетку сразу. Почему? Потому что она привязана. Она не хочет без краника, без этого счастья жить. Она сразу, раз, раз, раз успокоила. Называется баловать ребёнка. Что значит баловать? Это значит всё время хотеть наслаждаться энергией счастья, которая исходит из него. Что значит воспитывать ребёнка? Не зависеть от этой энергии счастья, которая от него исходит. Не зависеть. А как же жить тогда с ним? Очень просто. Смотрите. Вы свой экзамен сдаёте перед ребёнком, делайте его хорошим человеком. И счастье приходит само. Видите, веды говорят, что человек должен жить не для наслаждения, а для экзаменов. То есть экзамен сдал, ребёнок стал хорошим, наслаждайся. Нет проблем. Не стал ребёнок хорошим, повремени с этим. Не балуй его, не наслаждайся им, пожалеешь. Понимаете, да? Вот стоит перед тобой жена. Что нужно сделать? Нужно, смотрите, как должен настраиваться мужчина. Он должен настраиваться на то, что является проявлением любви, а не на то, что является проявлением наслаждения. Допустим, он подходит к жене с целью раскрутить её на хорошие эмоции. И он говорит, как на тебя настроение? А у ней не раскручивается ничего, потому что у ней нету невозможности его сегодня радовать эмоциями. И она смотрит на него. Давай завтра поговорим. А он продолжает. Почему? Ну надо же раскручивать, иначе счастья же нет. Он зависим от счастья, от энергии женщины. И он подходит, ты что сегодня мне приготовишь? А на ней, когда настроение нет, вообще готовить не хочется. А глаза бы не видели эту сковородку. И она говорит, не знаю. И он подходит. Я на тебя пахал сегодня. Ну пахал. Я тебе жизнь твою отдаю. Ну отдаёшь. Почему ты не можешь мне приготовить нормально, с любовью, скотина? Видите? То есть, почему скандал возникает? В чём причина? Потому что мы хотим наслаждаться присутствием близкого человека, а краник закрывается в какой-то момент. И теперь, если задать вопрос любой женщине, почему она закрывает краник, она хочет это делать или нет? Нет. Просто у ней иногда есть силы любить, а иногда нет. А если я вам сейчас скажу, женщины, по секрету, ваш секрет, хотите, я сейчас раскрою? А иногда у женщин на несколько лет может закончиться сила любить. Краник иногда у человека закрывается на месяцы, а то и годы. А? Что? Связано с тем, что вам энергия любви не принадлежит. А у мужчины иногда краник, вот эта благодать, которая с него идёт, да, там зарплата, всё там, защита, она может тоже закрыться. Мужчина может несколько лет не приносить благодать в дом. И вот с этого момента начинается то, как мы на самом деле друг друга любим. Вот когда мужчина сказал, готов без рук, без ног жить, пока он не увидел такой свою жену. Когда он увидит, будет реп хуже читать, чесать. Может быть и не будет, может быть он такой человек, я не знаю. Но чаще всего так бывает, знаете. Я знаю людей, которые готовы терпеть недостатки в своих жёнах. Это очень возвышенные люди, по факту очень возвышенные. Я просто имею личный опыт отношений с такими людьми. Когда телесные недостатки в жены есть, или допустим, у меня есть один знакомый, друг один есть, у него жена, он взял слепую женщину, жены слепую. Он очень возвышенный человек. Он всю жизнь занимался духовной практикой серьёзно, жил в монастыре долгое время. Он взял просто жену слепую, взял себе жены. И разок он мне звонит и говорит, «Слушай, я так устал, мне девушка одна понравилась, я, наверное, не буду лицемерить, ну как бы сам себя мучить не буду, и я, наверное, с ней буду жить». Он так мне позвонил и сказал, «Друзья, я говорю, ну а зачем ты её брал? Я же тебе говорил, не надо такие аскезы, ты не выдержишь, зачем?» Он говорит, «Ну я думал, что справлюсь, а так чувствую, что нет, устал вот от такой жизни, слепым человеком очень трудно жить, хочу счастья семейного, то есть наслаждаться, хочу женской энергией, чтобы она на меня смотрела, улыбалась». Знаете, как женские глаза, они такие играют, двигаются, они такие красивые, они очень приятно, они много наслаждения приносят. Если их не видеть, то как вот у других играют, двигаются у жён, а у меня не играют, не двигаются. Нет счастья такого, как у других, тяжелее жить. Я вам сейчас расскажу про эгоизм, как он работает, как он глубоко у нас сидит. Даже в возвышенной личности, я вам поговорю про возвышенного человека. Вы сейчас убедитесь в этом, что это возвышенный человек. Потом через некоторое время мы созвонились, он говорит, я уже начал строить отношения с этой девушкой, с другой. Потом через некоторое, я перестал с ним контакт иметь, всё, как бы я больше с ним не созванивался, думаю, ну, раз ты так хочешь жить, я в этом не участвую. Я тебе друг, я не хочу участвовать в этом. Нет ничего тебе сказать. Я не могу тебе сказать, что ты прав в жизни, что у тебя будет сладкая жизнь дальше. Не могу тебе сказать. Прошло немного времени, я узнал от друзей, что он остался со своей женой. Я тогда позвонил, говорю, а как это вообще так тебе удалось? Он говорит, ты знаешь, просто мне наставник сказал, живи со своей женой. Я помучился, пострадал, покряхтел и решил жить с женой. И потом я начал испытывать счастье уже. Сдал экзамен сначала человеку. Не наслаждаться энергией счастья, а дарить. Это очень сложно, понимаете? Вот так кажется, ой, я могу, нет проблем. Ничего подобного. Ведь проблема заключается в том, что мы берем кота в мешке. Мы думаем, я взял источник счастья. Девушка такая красивая, молодая, вся из себя, все классно. Думаю, о, я источник наслаждения взял. Вечного наслаждения. Себе. И он еще не знает, он еще не знает, этот человек, многих вещей. Первое, чего он не знает, что любая девушка очень сильно связана со своими родственниками. Ты не только жену взял, ты также ее мать взял, ты взял его, ее отца себе, брата, с которыми она очень тесно связана. Ты этого еще не знаешь. Скоро узнаешь об этом. Это только начало, понимаете, что она связана со своими родственниками. Это только начало. Он еще не знает, что из нее также что-то вылазит все время. Что-то новенькое, понимаете? И что вылезет, непонятно. То ли нормальный человек родится, то ли урод, никто не знает. Никто не знает, то ли больной, то ли здоровый, то ли психически нормальный, то ли психически ненормальный. Что из нее выйдет, он не знает. А сначала такая красивая вся, стройная, красивая сначала, а потом родственники раз, вылазит два, и столько трудностей. Понимаете? Красота женщины это просто приманка. Приманка к чему? К судьбе. Потому что дальше из нее карма полезет. Какая? В виде чего? В виде родственников, в виде детей, в виде много чего вылезет карма и будет тебя душить. А так как это твои уже родственники становятся и дети, то тебе придется это все принять. Я сейчас почему так говорю сурово? Потому что мы должны знать, что семейная жизнь это испытание, а не просто наслаждение. Ведь когда человек девушку красивую видит, такая стройная, красивая, столько в ней счастья и любви, он еще не знает, что это просто приманка. Ведь будет что-то и другое, не только вот это. Да, будет и много другого. И ее красота тает с каждым днем. Он тоже об этом не знает. Он не знает, что с возрастом у него меньше будет красоты. Что же тогда не жениться? Вопрос. Жениться. Потому что женщина с возрастом красоту свою меняет. Она становится более глубокой, чистой и светлой. Если женщина живет правильно. И поэтому мужчина, когда он с возрастом понимает, кто такая его жена по-настоящему, что это за человек, когда они правильной жизнью вместе живут, в этом случае, несомненно, он будет любить ее в тысячу раз больше. Несмотря на то, что лицо уже не такое красивое, как раньше. Пытайтесь понять эту вещь, что жизнь человеческая должна углубляться. Она не должна быть внешней, как это в фильмах нам показывают. Люди должны научиться относиться друг к другу глубже и глубже, потому что возраст становится старше. И внешне люди теряют. Мужчина теряет свою силу физическую, волевую, половую. Мужчина все это теряет. Женщина теряет красоту, мы все теряем. Но душевная сила, она увеличивается. И когда люди проживают друг с другом долгую жизнь, когда они способны начинать друг друга понимать. Вот смотрите, я вам объяснил самую первую стадию жизни, когда мы просто наслаждаемся друг другом, означает привязываемся. привязываемся означает, мне не нужно знать этого человека и понимать, мне нужно от него только счастье. Понимаете, это разные вещи. Потому что если тебе нужно понимать человека, тогда уже счастье не придется испытывать. У женщины внутри столько трудностей, внешне она очень красивая, но внутри у ней столько трудностей, столько проблем, столько страданий. Тебе это надо или нет? Тебе это надо? Мужчины чаще всего не хотят на это смотреть. Они хотят смотреть только на то, что из нее красивого исходит. Но если женщина сама по себе смотрит на себя, она же знает, что у ней много трудностей, она очень чувствительная, она очень обидчивая, настроение постоянно портится, психика неустойчивая, то одно кажется, то другое, как жить с этим совсем невозможно. Ну, то есть она знает, что ей очень тяжело, ей очень тяжело жить в этом мире. Она знает об этом. И у женщины очень здоровье тяжелое, плохое. Почему? Потому что чувствительность очень высокая, то там болит, то там. Я вот за 20 лет практики своей медицинской понял, что у женщин есть три стадии развития заболеваний. Первая стадия больна, вторая стадия очень больна, и третья стадия вдова. То есть муж умер уже, она все еще больна. Это не ужас, это нормально. Просто говорим, мы сейчас не внешнюю вот эту вот сторону смотрим, а внутреннюю, что женщине внутри трудно. И кто эту трудность должен победить? Мужчина. Так что такое любовь на самом деле? Любовь это не то, что ты слизываешь с нее всю поверхность жены, и если слезал, у нее там сверху ничего не осталось, пинка под зад, все, полетело вместе с своими детьми. Нет. Любовь означает, что ты берешь ее вот всю, какая она есть, и заботишься о ней. Какой результат? Она тебе раскроет другое изнутри. Вот если ты заботишься о жене, будет плод этой заботы. Знаете, как этот плод называется? Этот плод называется верность. вот когда мужчина по-настоящему ведет себя честно с женщиной, он не просто наслаждается ее телом, а он пытается дать ей защиту, потому что женщине трудно жить на земле, так же, как мужчине трудно. Но женщина может победить трудной женщины с помощью своей силы. Может, если он захочет терпеть ее недостатки. Вот понимаете, есть два способа жить. Первый способ мы воспитываем близкого человека. Это означает эксплуатация, мои хорошие. Пытайтесь это понять. Я воспитываю близкого человека, я делаю так, чтобы он стал хорошим. Это называется эксплуатация. Почему ты делаешь, чтобы он стал хорошим? А чтобы наслаждаться им. Плохим человеком не понаслаждаешься. Вот теперь смотрите, второй вариант. Я не воспитываю близкого человека, а учусь его принимать в жизни. Вот это называется уже любовь. Любовь, она очень горькая штука на самом деле. Настоящая любовь непростая вещь. Женщине очень трудно принимать недостатки мужчины, а мужчине очень трудно принимать недостатки женщины. Но когда человек принимает недостатки близкого человека, тогда наступает любовь. теперь вопрос возникает где брать силы. Ответ очень простой. Люди не должны друг у друга силы брать. Смотрите, мы надеемся на мужа, жена надеется на мужа, что он ей силы даст, а мужчина надеется на жену, что она ему будет силы давать. Это полное безумие так жить, полное безумие, потому что карма одинаковая, понимаете? Если взять два сообщающихся сосуда, из одного воду качнуть, в другом что прибавляется? Муж и жена это два сообщающихся сосуда. Сейчас вам объясню, как работает система, чтобы вы знали. Вот смотрите, у меня есть много родственников, да? Мне плохо стало в жизни, мне плохо, у меня плохая карма. Что происходит? Я сосу энергию счастья у своих родственников. Хочу я этого или нет, я начинаю из них выхачивать жизненную энергию. И в результате родственники беспокоятся начинают. А, может у него там плохо все? И звонят. Почему не беспокоятся? Потому что пошла выкачка. Мне стало тяжелее думать об этом человеке близком. Я звоню, беспокоюсь о нем. Что у него там происходит? Почему я беспокоюсь? Потому что мне тяжелее стало жить. Почему тяжелее стало жить? Потому что одна система. И веды говорят, утопленник утопленника из болота не вытащит. Родственник родственника не может спасти. Понимаете? Мы не можем помочь своим детям. Некоторые родители думают, а почему Олег Геннадьевич, почему у меня дети не слушаются? Я не могу ничего с ними сделать. И куда-то тащат. Я ничего не могу с ними сделать. Потому что карма одна. Карма одна. Понимаете? Это значит, что нам вместе плохо становится. И вместе становится хорошо. Мы не можем друг другу помочь. Когда вместе хорошо, что помогать? И так хорошо. Когда вместе плохо, как помогать? Поэтому веды говорят, человек может энергию счастья получать только от Бога и от святых людей. Поэтому человеку и нужно молиться в жизни. Почему раньше люди молились? Потому что они останавливали контакты с святостью. Что такое святость? Это источник энергии счастья. Веды говорят, Бог как солнце. Понимаете? От него исходит энергия счастья. Но человек может или в духовных. Одно из двух. Если он ищет в человеческих отношениях, то это как два сообщающихся колодца. Понимаете? Вода высохла в одном, во втором тоже высохла. Мы не можем получать счастье друг от друга. Понимаете? Когда мы получаем друг от друга счастье, значит вода есть, но она испаряется. Счастье закончилось, всё. Мы просто страдаем вместе, и всё. и ничего не можем с этим сделать. Люди как живут? Они верят друг в друга. Женщина верит, что мужчина ей поможет в жизни. Мужчина верит, что жена. И вот так они друг в друга верят, живут. Это безумие. Человек должен верить в тех, кто даёт счастье, кто реально может дать. Кто может дать счастье? Святой человек. Тот, у кого есть сила быть независимым от обстоятельств. Кто такой святой человек? Тот, кто всегда счастлив. Почему? Потому что он берёт силу из правильного источника. Он связан с Богом. Как определить, что человек святой? Очень просто. Надо посмотреть, насколько он зависит от пищи. Допустим, перестать его кормить и всё. Будет он нервничать или нет? Если начинает значит он не святой. Святой человек он будет спокойно, будет счастлив. Есть у него пища или нет? Он будет счастлив. Есть у него сон или нет? Будет счастлив. Если у него нормально, он свободен или не свободен, может он в тюрьме сидит, всё равно будет счастлив. Святой человек не зависит от тех ситуаций, от которых зависим мы. Это значит, что у него другой источник счастья. Когда человек начинает настраиваться на такого происходит, он от этого святого человека получает силы на то, чтобы побеждать карму своей семьи. Веды говорят, если человек поливает корень дерева, то ствол растёт от этого, листочки растут, веточки растут, всё растёт. Просто полил один корень. Так человек должен поливать корень своего сердца чистотой человеческих отношений. Чистые отношения бывают только со святыми людьми. Мы не можем иметь чистое отношение с родственниками. Мы наслаждаемся ими, привязываемся к ним, надеемся на них, и это значит, что мы потребители, мы не можем от них чистую энергию брать, потому что мы корыстно на них настроены. Святому человеку мы настроены бескорыстно, вожделение к святому человеку есть? Нет. Как мы на него настраиваемся? Мы просто верим в него. Понимаете, вот эта вера, это и есть настоящая чистая энергия любви. Вот когда женщина выходит замуж за мужчину, почему она выходит? Потому что она в него верит. Почему она в него верит? Потому что Бог сразу людям показывает чистоту друг друга. Женщина видит чистоту мужчины. «Вижу я рассвет в твоих глазах, слышу пение птиц в твоих словах». «Солнце, луч любви и свет что-то там, ты приносишь мне рассвет». Понимаете, то есть это признак того, что человек видит душу. Вот эти все описания означают духовная энергия. Когда человек видит душу другого человека, он слышит пение птиц в словах, он видит рассвет в глазах, понимаете, он видит счастье в человеке. И поэтому люди женятся, отдают жизнь друг другу, потому что сначала Бог показывает главное. У мужчины есть энергия счастья внутри? Есть, потому что он душа. Он может рассвет в глазах своих иметь, у него в словах может пение птиц быть, понимаете, женщина тоже душа, у ней тоже есть такая чистота и сила, но люди из-за эксплуатации друг друга теряют это видение, из-за того, что мы пользуемся энергией любви, не служим ей, потому что мы осквернены вот этим желанием пользоваться этой энергией. У нас нет правильного представления, как с ней обращаться с энергией любви. Из-за этого мы теряем друг друга, понимаете? Теряем, мы уже не видим пение птиц в словах человека. Почему? Потому что он сегодня меня хорошо со мной себя вел, хорошо со мной себя вел, а завтра у него судьба стала хуже, и он уже не так ласково со мной поговорил. Когда человек настроен корыстно, женщина, как она думает? Ага, вот он какой на самом деле. И она начинает видеть в нём плохое. Почему? Потому что получила отрицательный опыт в результате желания эксплуатировать энергию любви. Точно так же мужчина. Он думает, о, какая она ласковая и нежная. А она раз ему сказала какое-то грубое слово, и он так, опа, запомнил. Вот это запоминание является оскорблением души, потому что душа-то, она не грубая, она чистая. Почему же тогда человек грубо себя ведёт? Потому что есть судьба. У нас судьба иногда даёт нам хорошее настроение, иногда плохое. Что такое судьба? Это наши прошлые поступки. Что мы там сделали, мы за это отвечаем. Но как близкие люди-то это воспринимают? Они воспринимают, ага, значит, ты плохой человек. Почему они так воспринимают? Потому что хотят наслаждаться. Не служить человеку, а наслаждаться. Вот смотрите, если я сейчас буду в своей лекции служить вам, постепенно результатом этой лекции будет то, что у вас, у меня, вернее, возникнет другое восприятие вас как личности. Я начну видеть в вас чистоту. И я к этому стремлюсь сейчас всем своим сердцем. Я хочу увидеть вас только чистоту. Я не хочу видеть ваши недостатки, не хочу видеть там и слышать о ваших проблемах. Я хочу видеть чистоту. В этом цель моей лекции. Понимаете? То есть цель человеческой жизни увидеть душу. Мы должны стремиться увидеть душу. Каждый человек соткан из чистоты и глубины. Но в силу того, что мы хотим наслаждаться друг другом, мы не можем это видеть, потому что желание наслаждаться дает отрицательный опыт отношений с человеком. Мы оскорбляем эти отношения, мы их предаем. Вот допустим, смотрите, два друга очень бескорыстно относились друг к другу, и один друг раз начал другого эксплуатировать. Результат какой? Другой уже не хочет с ним дружить, потому что он уже перестал видеть душу в нем, перестал видеть чистоту. Настоящая дружба только на чистоте может быть основана. И настоящая любовь между мужчиной и женщиной тоже может быть основана только на чистоте. Но проблема заключается в том, что нет у нас этой чистоты, нет. Поэтому я вас и спросил с самого начала, у кого есть любовь-то? Кто любить-то может из вас? И многие люди сказали, я могу, я. Это значит, что вы не знаете себя. Веды объясняют, что никто из нас не может любить. Мы скупцы по своей природе. Мы можем любить только себя. Поэтому как только ситуация создает трудности, близкий человек не может меня наслаждать. Он капризничает, гнусит, ноет, стонет, болеет. Сразу на этом любовь заканчивается. До свидания. Почему? Потому что мы не хотим никого любить. Не хотим. Но когда у человека другие интересы в жизни, он хочет развивать себе эту любовь настоящую, он хочет служить человеку, тогда близкий человек болеет, любовь остается, счастье от него все равно приходит. Почему? Потому что другие отношения. Не наслаждение отношений, а служение. Служение. Если ты не можешь мне служить сейчас, я буду тебе служить, потому что я хочу тебе ответить за все, что ты для меня сделал, за все, что ты для меня сделал. Вот сейчас ты лежишь беспомощный, и я хочу тебе ответить за все, что ты мне сделал, потому что когда ты встанешь, ты уже не дашь мне этой возможности. А сейчас я хочу тебе сделать все, что я могу для тебя сделать, потому что другой возможности у меня не будет. Это называется любовь. Понимаете? Но в нашей жизни. Мы в нашей жизни работаем очень хорошо. Во время работы мы знания получаем, как жить, нет? Нет. Дальше чем мы занимаемся? Смотрим фильмы различные, очень хорошие фильмы. Мертвые не потеют, Санта Белиберда, смотрим кабельное телевидение. Очень много интересного мы смотрим в жизни. Там знания нам дают, нет? Как жить? Нам там запудривают мозги, нас там развлекают. Я не так сказал, кабельное телевидение, наверное, ударение туда поставил. Простите меня, перепутал слова. Понимаете, проблема заключается в том, что цель человеческой жизни заключается в том, чтобы получить знания о том, как жить. Потому что, видите, мы ни собаками, ни кошками родились. Они же тоже сексом занимаются, все то же самое. Они тоже гуляют друг с другом, тоже наслаждаются сексом, все то же самое. Понимаете, есть только одна разница. Они не способны понять свои недостатки животные. А мы можем. Мы можем одухотворить свою жизнь чистотой, настоящими чистыми отношениями, но мы даже не знаем, что это такое. Вот чем проблема. У нас нет понимания о себе. Мы не знаем, что мы вечный раз. Мы не знаем, что мы души. Душа означает очень красивое, чистое, светлое, глубокое. Мы не знаем об этом, что это наша природа. Мы сотканы из чистоты, красоты и любви. Все люди. Но мы не живем в таких отношениях. Почему? Потому что мы просто наслаждаемся этим миром, эксплуатируем его. Когда человек эксплуатирует мир, он забывает о том, что он душа. Потому что природа души только служить. Душа становится душой по-настоящему, способна видеть мир духовный, то есть светлых людей, видеть свет в глазах людей. Человек может только в том случае, если он настроен служить, а не пользоваться другими людьми. Но смотрите, интересно, как устроен этот мир. Женщина с мужчиной начала жить, хотят они или не хотят. Жизнь их заставит наслаждаться друг другом. Мужчина рядом с женщиной не может не наслаждаться женщиной. Придется наслаждаться. Женщина рядом с мужчиной попалась, он стал моим, мне стало спокойно, все, пошло наслаждение. Наслаждаться друг другом начали, значит, будем страдать. Нет любви. Наслаждаться близким человеком это не любовь, это эксплуатация, она приводит страдания. Почему? Потому что ты привыкаешь к этой энергии и ждешь, чтобы это было постоянно. А постоянно этого не будет. Не будет этого постоянно. Мужчина не будет постоянно таким же хорошим. Женщина не будет постоянно перед тобой на задних лапках прыгать. Почему? Потому что женщине не принадлежит энергия любви, она является сама потребителем этой энергии. Мужчине не принадлежит энергия защиты, он сам потребляет ее. Мы не являемся большими солнцами, мы не источники счастья, мои хорошие. Источник счастья это Бог. Поэтому человек должен научиться правильные отношения с этим миром строить. Смотрите, мы пытались разобраться, что делать, чтобы было счастье. Занять свое изначальное положение. Мы должны отдавать этому миру и ничего не желать взамен. Все, что нам положено, будет приходить само собой. По нашей судьбе это закон. Человек, который отдает, это закон, что ему будет приходить само собой. Это закон. Его никто не может нарушить. Вот сейчас я вам этот закон объясню. Со своей точки зрения объяснить невозможно. Можно только с чужой. Вот смотрите, сейчас я вам объясню очень просто. Если ваш ребенок будет вести себя как паинька, все делать правильно, неужели вы не будете заботиться о нем? Но вы сможете, кто сможет не заботиться о своем ребенке, если он ведет себя идеально? Кто сможет не заботиться о нем? Поднимите руку. Кто сможет? Никто не сможет. Это невозможно. Вот жена, если ведет себя идеально, как муж может не заботиться о ней? Скажите, это возможно? Нет. Потому что благодарность в сердце человеческом возникает. Пускай он наглеет, это факт, но благодарность возникает все равно. Человек не может отменить благодарность. Понимаете, если я веду себя честно, наглеет кто-то рядом со мной или не наглеет, благодарность возникает, ее никуда не денешь. Понимаете, потому что благодарность это не мое, это Бога, божественная, который сидит внутри меня. Мне благодарность не принадлежит. Люди думают, он неблагодарный. Человек не может быть неблагодарным, не неблагодарным. Он не может быть, потому что благодарность — это божественная энергия. Понимаете, вот, допустим, меня кто-то спас от смерти. Я могу быть благодарным, могу быть неблагодарным, но благодарность выйдет у меня из сердца. Почему? Потому что это не моё. Это божественная вещь. Понимаете, поэтому, когда женщина служит честному мужу, он становится благодарным. И как проявляется эта благодарность? А вот она проявляется как раз так, как мы с вами обсуждали. Возвращаемся к этому разговору. Когда человек служит близкому человеку, тогда благодарность даёт возможность этого человека слушать. Вот когда я благодарный человеку становлюсь, он может мне сказать правду обо мне. В противном случае — никогда. Понимаете, если бескорыстно, честно что-то делают для близкого человека, он становится благодарным. И это значит, что он будет слушать ту правду, которую я скажу о нём. Понимаете, это означает, уже честные отношения пошли. И это значит, что семейная карма, вот эти путы, которые вызывают страдания в семейной жизни, уже начинают разрушаться. И когда они будут полностью разрушены, когда люди смогут всегда говорить друг другу правду. Понимаете, сначала отношения начинаются со служения, а заканчиваются они тем, что я сейчас спою. «Серебряные свадьбы, негаснущий костёр, серебряные свадьбы, душевный разговор». Негаснущий костёр. Почему негаснущий? Потому что люди постоянно служат друг другу, и костёр не гаснет. Понимаете, костёр гаснет, когда им пользуются. Когда люди научились не желать ничего от близкого человека, только служить. Не гаснет костёр благодарности. Почему душевный разговор? А потому что люди ничего не скрывают друг от друга. Вы заметьте, все родственники, все супруги, муж и жена, постоянно что-то прячут в своём сердце друг от друга. Почему они это делают? Они боятся открыться. Потому что когда они открываются, когда родственники открываются друг к другу? Открываются или нет? Когда? Когда выпьют? Ну, чаще всего, знаете, когда открываются родственники друг к другу? Когда они ругаются. Вот что значит ругань? Ругань — это значит, что я уже не могу скрывать от тебя ничего, и я говорю тебе всю правду о наших отношениях. Что такое ругань? Там есть хоть тень обмана в ругании? Нет, там вся правда. Ты такая скотина! Я тебя ненавижу там и понеслась. Это правда? Всё правда. Чистая правда всё. А потом, когда отношения наладились, я подхожу к близкому человеку и говорю, я вчера там наговорил, это всё неправда. Я хочу им наслаждаться, а вот так не понаслаждаешься же, правильно? Если всю правду сказать, не понаслаждаешься. Видите, как мы живём друг с другом? Мы обманываем друг друга в своём сердце. Почему? Потому что мы не можем любить по-настоящему. Вот это желание наслаждаться друг другом, оно делает человека каким? Лицемерным. Мы лицемерим друг перед другом. Понимаете? Лицемерим. И как победить это? С помощью служения. Но чтобы служить близкому человеку, для этого нужны силы. А силы берутся только от духовной жизни. Вот хотите, верьте. Хотите, не верьте. Пробуйте силы брать откуда угодно. Если вы не будете со святостью или с чистотой человеческой строить свои отношения, если не будете жизнь святых людей читать, если вы не будете читать молитвы, если вы не будете в храм ходить, неоткуда чистоту эту взять, которую отдать близкому человеку. Где её взять? В близких отношениях. Там нет чистоты. Там есть один эгоизм и желание эксплуатировать друг друга. И именно это и надо победить, чтобы быть счастливыми в семейной жизни. Надо именно вот это вот желание эксплуатировать. Мы видим, конечно, желание эксплуатировать в ком? В моём близком человеке. Потом, блин, ну с кем меня судьба связала, а? Вот скотина такой. Ну, эта женщина смотрит и постоянно жрать просит, не благодарит. И столько мы видим недостатка в своём близком человеке. Почему? Так действует эгоизм. Эгоизм заставляет видеть недостатки в близком человеке и совсем их не видеть в себе. Совсем. Тем более, что женщине вообще просто по природе очень трудно увидеть недостатки в себе. Так же, как и мужчине. Мужчине очень трудно увидеть недостатки в себе. Очень трудно. Особенно в отношениях между мужчиной и женщиной. Потому что мужчина в отношениях между мужчиной и женщиной считает, что у него мужская правда, означает недостатки мужские. А женщина считает, что у них женская правда. И то, и другое, это просто недостатки и всё. Никакой правды нет мужской и женской. Есть правда, просто оправдание. Вот женщина, допустим, говорит, у нас в семье всё для детей. Это недостаток или преимущество? Конечно, недостаток — это эгоизм, чистейшая воды. Почему всё для детей? Потому что смотрите, как работает психика у женщины. Когда ребёнок сыт, женщина испытывает счастье. Она берёт, всё у нас для детей. То есть она ребёнку раз, накормила его, опа, мне хорошо всё. А муж там будет сыт или нет? По барабану. Смотрите, как работает система. То есть сначала мы кормим детей. Вернее, сначала мы кормим собачку в доме. Потому что всех задолбает, пока её накормишь. Сначала накормили собачку. Потом мы кормим детей. Потом жена сама поест, чуть-чуть поклюёт. Потом приходит муж и доедает уже то, что осталось. Теперь смотрите, для чего нужна культура. Веды объясняют, что такое культура. Есть разумные люди, которые создают правила, как надо жить, чтобы всё хорошо в семье было. И веды говорят, как работают эти правила. Сначала в семье ест муж, потом ест жена, потом едят дети, а потом собачка. Всё наоборот. Смотрите, как работает природа человеческая. У женщины есть чёткое чувство, что всё для детей в семье. А надо для кого? Мои хорошие, для мужа! Для мужа надо-то, оказывается, а не для детей. Сейчас я вам объясню, почему. Потому что дети-то ваши. И нет. А муж-то останется. Знаете, а муж-то останется, или, по крайней мере, должен остаться. Если вы не дураками будете. Почему кого-то выше, кого-то ниже? Потому что природа вожделения человеческого или привязанности, по-русски сказать, чтобы понятнее было, она неравная. У женщины очень сильное желание наслаждаться детьми. Оно неравное по отношению к мужу. Детьми желание наслаждаться больше. Это значит, что больше нужно ограничения ставить на это. Иначе будет страдание там, больше страданий. Вот смотрите, я сейчас вам расскажу один момент, очень важный, вы поймёте, о чём речь. Вот как вы думаете, с чем связан такой феномен? Ребёнок рождается, чуть-чуть подрастает, допустим, 2-3 года, муж из семьи уходит. В чём причина? Да, причина заключается в том, что женщине на мужа становится наплевать, больше счастья от ребёнка идёт, она про мужа забывает, он чувствует, что любви нет, его никто не любит в семье. Пошёл на сторону. И женщина думает, что вот смотрите, теперь мышление женщины, смотрите, она думает, он скотина не понимает, что надо всё для ребёнка, поэтому ушёл. Видите, то есть её мышление основано на женском эгоизме, который для неё является священным законом. Поэтому и существует писание древнее, для того, чтобы священным законом сделать правду, а не наш эгоизм. Есть женская правда, которая диктует, что всё для детей, это означает, дети вырастают эгоистами, и потом маму же саму придушивают своим этим эгоистическим сознанием. В чём правда заключается? Женщина должна в семье служить мужу, а не детям. Дети тогда будут служить родителям. Вот в этом заключается правда. Её надо проглотить. Видите? Теперь в чём заключается правда для мужчин? У мужчин тоже есть своя горькая правда. Она заключается в том, что мужчина думает искренне, что раз он женился, значит, целыми днями он должен думать о том, как наслаждаться своей женой. И так или сяк он пытается извлекать из неё наслаждение. А веды говорят, что цель жизни в мужском теле — это научиться воздерживаться от наслаждения, которое исходит от женщины. Человек-мужчина должен учиться наслаждаться духовной практикой. Он должен учиться сражаться за свою судьбу. А счастье от жены придёт в этом случае само собой. Смотрите, как должен жить мужчина. Он должен быть направлен на Бога, а жена должна быть направлена на Него. И тогда она само собой дарит им счастье. Почему жена будет направлена на мужа? Потому что, когда она увидит такого мужа, она от него уже не сможет отвернуться. Женская природа — это природа любви. Если женщина видит мужчину настоящего, который идёт вперёд к самосовершенствованию, она не может отвернуться от такого мужчины. Она становится ему очень верной. Это естественно для женщины. А мужчина, который идёт к самосовершенствованию, естественно, будет получать столько счастья, сколько ему и не снилось от своей жены. Но проблема заключается в том, когда мужчина смотрит на женщину и начинает вымучивать части из неё и жены своей. Она звереет от этого. Она готова ему высоропать лицо, потому что она чувствует, что это неправильно, но объяснить это себе не может. Поэтому она капризничает и капризничает с ним. Капризничает и капризничает. И конца и краю этого не будет. Почему она капризничает? Потому что чувствует сердцем. Не туда идёт его путь жизненный. Не туда. Видите, когда мужчина поворачивается к самосовершенствованию, женщина становится счастливой. Когда мужчина поворачивается к женщине, что происходит с женщиной? Она становится несчастной. Хоть всю жизнь она и пытается его повернуть к себе. Видите, как удивительно. Веды описывают, что мужчина и женщина — это как берега и река. Река постоянно подмывает берега, она течёт, ей надо бурное течение. Женщине нужно бурное течение в жизни. Она подмывает берега. Когда подмыло, что с женщиной происходит? Подмыло берега. Берег подмылся. Что происходит? Уплываем. Течение поменялось. Видите, если мужчина слабак, женщина не хочет с ним жить. Она хочет уйти от него. Она не может уже, не может его любить. Что значит слабак? В буквальном смысле слова подчинённый энергии, которая исходит от женщины. Подчинённый энергии любви. Слабак. Смотрите, она сама же его хотела подчинить своей энергии любви. Но когда он подчинился полностью, каким он стал? Давайте перечислим. Первое. Зависимый от настроения женщины. Слабак, значит, да? Ну, подчинился энергии любви. Зависит от настроения женщины. Раз. Второе. Все проблемы в жизни решает с помощью жены. То есть как это? Допустим, ему плохо на работе. Давай секс. Ещё какие-то проблемы. Давай секс. Давай то. Давай наслаждай меня. Давай покушать. Давай секс. Давай то. Давай всё. Сам не может решать проблемы. Надо решать с помощью наслаждения, которое он испытывает от жены. И женщина чувствует это и начинает звереть от этого. Почему? Потому что она чувствует, что жизнь идёт неправильном русле. С одной стороны, она тянет его к себе. А с другой стороны, вот это вот его желание только о ней думать и наслаждаться только ей, приводит женщину к такой раздражительности, что она самой собой ничего не может сделать. Она так сильно страдает от того, что мужчина постоянно в зависимости от неё находится. И она уже места себе не может от этого найти. И она терпеть такого мужчину не может на самом деле. Вот слово терпеть здесь очень хорошо применено. Терпеть не может. У неё нет терпения по отношению к нему. Вы согласны, женщина, или нет? Я сейчас глубокие вещи, очень тайные говорю. То, о чём никто не говорит. Все молчат. Да? Так чем мужчина должен заниматься в жизни? Он должен идти вперёд, понимаете? Он должен самосовершенствованием заниматься. Он должен работать над собой. Но у нас вся культура как построена? Вся культура. Смотрите. С детства мальчикам говорят о том, что главное в жизни – это секс. Мальчикам говорят, если ты крутой в сексе, значит, всё классно у тебя, значит, тебе жизнь удалась. Поэтому ты должен стремиться всю жизнь к сексу. Ты должен овладевать женщиной. Вот в этом смысл твоей жизни. А в древней культуре, что мальчикам говорили? Говори, не волнуйся, если ты станешь мужчиной, женщина сама будет за тобой идти. Она тебе даст всю свою любовь. Не переживай по поводу этой энергии любви. Она тебе, само собой, достанется, если ты будешь правильно в жизни идти, правильным путём. Поэтому выбери аскезы, выберите работу над собой, выбери самоконтроль. Не поддавайся женской энергии лишнего. Старайся воздерживаться от этого. И тогда ты сможешь её любить. Потому что, смотрите, если мужчина не эксплуатирует энергию женщины, значит, как он к ней относится? Когда мужчина эксплуатирует женскую энергию, он как к ней относится? Как к объекту наслаждения, красоте. Он видит только в ней красоту, а проблемы в ней видит он или нет? Она ему, допустим, говорит, мой дорогой муж, мне так сегодня тяжело, пожалей меня. Он говорит, да всё нормально, чего тяжело? Да ничего не тяжело. И пошёл. Видите, он не хочет видеть её сердце, вообще не хочет. Он хочет только и наслаждаться. Когда ей тяжело, до свидания. Когда легко, наслаждаемся. Когда тяжело, до свидания. Теперь, что такое любовь на самом деле? Когда тяжело, здрасте. Пришёл к жене, видишь, тяжело. Начал её успокаивать, жалеть. Она эмоции на тебя выплеснула, переварил. Знаешь, что это любовь. Любовь только с позиции знания может действовать. Она не может действовать спонтанно. Нужно знание. Вот что значит любовь? Любовь, это значит, пришёл к женщине, успокоил её. Сейчас я вам это докажу. Вот смотрите. Женщины, внимательно следите за моей мыслью сейчас. Как у вас сердце реагирует? Внимательно послушайте. Смотрите. С одной стороны, муж. У вас хорошее настроение. Муж подходит, целует вас, обнимает. У вас хорошее настроение. Один вариант любви. У вас сердце родилась любовь определённая. Несомненно, это любовь. Теперь второй вариант. У вас плохое настроение, вам плохо. Муж приходит, сидит рядом с вами, гладит вас по голове, говорит, всё будет хорошо, не волнуйся. И вы успокаиваетесь просто. Не то, что вы там, так произошло чудо, что вам так хорошо стали, что вы начали обниматься. Нет, у вас такое тяжёлое настроение, что вам не до этого. Но он просто пришёл, вас успокоил. Теперь у меня к вам вопрос, женщины. Где больше любви? Где сердце больше почувствует любовь? Там, где, когда от вас идёт вот эта энергия наслаждения, вы улыбаетесь, у вас всё хорошо, и муж наслаждается этим. Один вариант. Второй вариант. Он подходит и просто вас успокаивает, когда вам плохо, когда вы в беде находитесь. У вас сердце больше к этому чувству, да, возникает? Знаете? А вот у него не возникает. Он, когда успокаивает вас, у него не возникает наслаждения. У него в сердце наслаждения в это время не возникает. Он это делает из последних сил. Правда. Правда. Правда, мои хорошие. Потому что вы не пробовали даже успокаивать жену, когда не успокаивается. Если бы вы знали, как тяжело её успокаивать. Конечно, когда она такая, ааа, плачет печально, вы подошли, успокаивайте. Так хорошо бы успокаивать жену, когда она чуть-чуть печальная. А когда жена по-настоящему страдает, у вас в доме будет пыль коромыслом стоять. Когда ей по-настоящему плохо, вы не подойдёте к ней погладить. Она говорит, жууу, подойди от меня. Она как кобра в это время. И вот тогда вы сразу текаете оттуда. Знаете, что ничего хорошего не будет. А вот в это время, если мужчина всё-таки... Да, сейчас я закончу. В это время, если мужчина действительно подходит к женщине и успокаивает её, в её сердце остаётся глубокий след благодарности. Понимаете? Потому что это и есть настоящая любовь. Настоящая любовь проявляется только когда близкому человеку очень тяжело. Она не проявляется, когда нам хорошо обоим. Когда нам хорошо, само собой, мы будем балдеть друг от друга. Настоящая любовь проявляется, когда тяжело очень близкому человеку. И верность от чего у женщины в сердце возникает? От того, что мужчина вот эту свою силу внутреннюю отдаёт на служение. Он заботится о ней не тогда, когда хорошо о ней заботится, а когда ему трудно это делать. Понимаете, когда женщина психически напряжена, у неё не хватает даже силы просто ответить на его благодарность. У неё нет на это силы. Она просто сидит как вкопанная, он её гладит, что-то ей говорит, она даже ответить не может. И вот в это время рождается верность у неё в сердце. Если он всё равно продолжает ей служить, она потом думает, это настоящий человек, настоящий, неподдельный. Она будет верить в него, понимаете? Верить ему, этому человеку. То же самое и наоборот. Вот смотрите, допустим, мужчина пришёл с работы, его выгнали, да, с работы. Он пришёл такой, расплакался, он потерял себя полностью, понимаете? Потерял себя. Женщина не может это терпеть, когда мужчина как тряпка. Или он напился, как свинья пришёл, потому что у неё всё плохо. И женщина в это время, она не пинает его ногами на кровать, а она терпит это, что муж сломался. Сидит рядом с ним. И когда ему стало полегче, она проявляет любовь и заботу до последнего. Но ей в это время очень тяжело. Когда он увидел то, что так жена себя ведёт, он думает, настоящий человек рядом со мной. Я не буду больше пить рядом с такой женой. Зачем мне пить рядом с таким человеком? Понимаете, что такое любовь? Я вам сейчас объясняю, как она действует. Настоящая любовь, она другую природу имеет. Не вот это вот. Это что мы делаем? Мы просто эксплуатируем энергию любви. Настоящая любовь, что это такое? Это когда мне тяжело, и близкий человек обо мне в это время заботится. Это его любовь проявляется так. А у меня и сердце что выйдет? Ответ на любовь. Как этот ответ называется? Благодарность. Теперь смотрите, современная культура, из чего она построена? Она построена из того, что мы живём вместе пока нормально. Чуть похуже стало. Это что значит? Что мы до любви в своей жизни, вот до любви, не доходим, мои хорошие. Не доходим. Почему? Потому что кишка тонка. Та культура, в которой мы живём, она даже не понимает, что такое любовь. Понимаете? Понимаете? У нас настолько мы деградировали, в своём понимании, что такое жизнь и что такое любовь, настолько деградировали, что мы до того момента, когда она может начаться, даже не доживаем. И причина заключается в том, что у нас не хватает возможностей связываться с источником счастья. У нас не хватает силы наполнять себе этой энергией счастья, чтобы потом её отдавать столько, сколько нужно близкому человеку. Не хватает силы. Причина заключается в том, что мы повернулись от духовной жизни к материальной. Мы материально-технический прогресс сделали основой своей жизни. Понимаете? Те безделушки, к которым мы стремимся сейчас всем своим сердцем, они нам вот эту вот глубину и полноту внутреннюю не сделают. Они сделают спокойную жизнь. Да, там холодильник есть, там это всё, там есть всё классно, самолёты летают, там деньги есть, там машины есть, всё хорошо. Это называется что? Просто спокойная жизнь. Это значит, что ничего плохого нет, просто спокойная жизнь. И у меня жизнь спокойная, у меня всё нормально. Но счастья здесь никакого нет. Счастье возникает от очень глубоких отношений. А для того, чтобы они были, надо силы свою вкладывать не во всё больше и больше, и больше, и больше, и больше зарабатывания денег, а силу свою вкладывать во всё большее, и больше, и больше, и больше духовную жизнь. И веды говорят, когда человек увеличивает свою духовную жизнь в жизни, он становится личностью. У него хорошие черты характера тоже развиваются, а это означает, что у него будет и с делами хорошо, и с бизнесом хорошо, и со всем. Понимаете? Культура пошла не туда. В этом проблема. Мы не пошли не в ту сторону развиваться. В этом главная проблема. Почему семьи рушатся? Смотрите, там, где восточная культура есть, статистика совсем другая. Веды говорят, как определить, насколько люди счастливо живут по статистике семейной жизни. В России, я не знаю, как в Латвии, сейчас 80% разводов. Это значит, что 80% семей, которые создали семью, там, пам-пам-парам-пам-пам-пам, вы муж и жена. Вот 8% этих людей разводятся в течение жизни. Это значит, 80% разводов. Страшно? В Индии 1% разводов. 1%. Почему? Потому что там есть культура, понимание, что такое семейная жизнь. Думаете, они меньше страдают там в семье? Также страдают. Они знают, зачем семья создается. И что там нужно делать в семье, чтобы было счастье. Мы не знаем этого, потому что вся культура, которая создана вокруг, из этих вот фильмов гламурных, которые нам показывают, что все вот так, все классно, все, и я вот это нам все показывает, понимаете? Или вот или все. Больше нам ничего не показывают. Нам не покажут, что такое верность, нам не покажут, что такое любовь. Этого ничего не показывается, понимаете? Культура вся, мы это все смотрим, впитываем в себя, и что думаем, что такая жизнь, такая должна быть жизнь. Жизнь совсем другая. Она соткана из внутренней жизни. Веды говорят, что такое жизнь. Теперь давайте разберемся, что такое жизнь. Что такое отношение мужа и жены? Что это такое? Жизнь протекает в молитве между мужчиной и женщиной. Потому что карма, когда мы разговариваем друг с другом, включается карма. Когда я сижу просто один возле святого человека, фотографии, и молюсь ему о том, чтобы у мужа или у жены все было хорошо, вот это жизнь. И в это время создаются чистые, светлые чувства, связывают меня с близким человеком. Вот это жизнь. Когда я с ним начинаю общаться, то эти чувства тают светлые, чистые. Почему? Потому что карма включается. Карма заставляет меня наслаждаться человеком и страдать от него. А что делает настоящая жизнь? Она вводит в отношение божественное. Человек, когда внутренней жизнью живет, видите, внутренняя жизнь, даже многие не знают, что это такое. Многие люди даже не пробовали молиться в своей жизни, они не пробовали желать всем счастья. Пробовали материться, пробовали потреблять энергию счастья, но отдавать забыли, как это делается. Сейчас будем тренироваться. У нас сейчас заканчивается лекция, и в конце мы тренируемся. Вас устраивает лекция? Нет? Все нормально? Все хорошо? Все удовлетворены? Я не отвечаю на записки, мне некогда просто. Но утром, утренняя лекция будет из этого состоять. Те, кто хочет на записки ответы, там уже семья и карма будет там, потому что карма в записках. Мы будем говорить про семью, будут ответы на вопросы уже идти с утра. Давайте все сядем прямо. Сейчас мы будем сражаться за свою судьбу. И способ такой, это древний способ, как это делать. Прежде чем этот способ начать, я хочу вам сказать одну вещь, что вот есть Лена, которая организует уже много лет мои лекции здесь в Риге. и вот если мы хотим, чтобы мы развивались, то нужно, чтобы здесь в Риге был какой-то центр для этого, понимаете, какая-то возможность какая-то. И Лена, она сейчас прилагает усилия, она купила землю определенную, где могут проходить такие погружения, ретриты. Что значит ретрит? Понимаете, вот лекция прошла, мало что понятно. Когда люди собрались вместе, пожили неделю и погрузились вот в это вот все понимание, как жить, тогда уже результат другой. Нужно отделять себя от обычной жизни и периодически погружаться куда-то. Для этого нужно специальное место. и вот я просто вам докладываю, что есть люди, которые целью своей жизни ставят вот эти вещи. Ясно, что такие центры не могут давать какой-то доход, какую-то прибыль, это для души делается, понимаете. Вот поэтому они сейчас начали под Латвией 50 километров от Риги, да, где-то, вот делать такое место, где люди могут приезжать, собираться вместе и работать над собой. Вот. Я завтра на лекции, в конце лекции вечерней. Я вам расскажу об этом подробнее, мы даже немножко покажем видео, там покажем об этом немножко, проекте расскажем. больше ничего не буду поговорить, а то вы подумаете, что это реклама. Я просто хочу, чтобы в Латвии развивалось вот это вот знание, чтобы было какое-то место, где можно было учиться. Так, смотрите, что сейчас мы будем с вами делать. Мы будем поливать корень дерева. Вот сейчас, когда мы будем повторять «Я желаю всем счастье», мы должны забыть о своих родственниках, о своих детях. Надо об этом забыть, что когда мы думаем друг о друге, от этого счастья не прибавляется. Надо на сейчас думать о тех, кто является источником счастья. Вспомните святого человека. У каждого есть своя вера. Мы не собрались, чтобы менять веру, мы собрались, чтобы вспомнить святость. У каждого человека есть святой человек на памяти, чистый, возвышенный человек, в который вы верите. Нужно что сделать? Нужно вспомнить его. Когда человек кого-то вспоминает, он немедленно ли контактирует с этим объектом? Хоть вы об этом не знаете, я вам это докладываю. Потому что я каждый день по фотографии людей тестирую, каждый день с ними контактирую. Я знаю, как это происходит. У меня есть опыт. Нужно мысленно кланяться святому человеку и захотеть, потому что желание человека является основой для его судьбы. Чего мы хотим, к тому мы и стремимся. Если мы хотим наслаждаться друг хотим служить другая жизнь. Понимаете, человек сам властен выбирать. Хочет он к свету идти или к страданиям. Итак, способ очень простой. Я мысленно кланяю святому человеку и внутри себя прошу, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. Сделай меня инструментом в своих руках. Это мы говорим внутри, а снаружи мы повторяем, я желаю всем счастья. Знаете почему? Потому что святому человеку больше ничего не надо. Он хочет, чтобы все были счастливы. Он про себя забыл. Кто такой святой человек? Это тот, кто про себя забыл. Он думает только о благе других. Кто такой обычный человек? Это мы с вами. Мы с вами постоянно всю жизнь думаем только о благе себя и своей семьи. Это означает несчастное существование, которое никогда не закончится. Потому что душа становится счастливой только когда она про себя забывает. Как про себя забыть? Для этого нужно вспомнить святого человека. Человек вспоминает «Я хочу тебе служить, я хочу жить для тебя, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья». Цель того занятия, которое мы сейчас проводим, когда у вас все это свяжется, когда вы почувствуете святого человека, когда ваше «Я желаю всем счастья» будет от его имени, и вот это все соединится вместе, тогда корень дерева начнет поливаться, тогда чего они ждут, они получат от вас счастье, которое вам не принадлежит, оно принадлежит святости на самом деле. Поэтому я каждый день по два часа и молюсь, вспоминаю про своего наставника, и вспоминаю, что я должен сделать что-то хорошее для людей. Моя лекция не является результатом моих знаний. Я когда шел сюда пешком, вот сюда вот на лекцию, я просил своего наставника, пожалуйста, сделай меня инструментом в своих руках. Я тупой, бездарный человек. Все, что я говорю, ничего я в этого не выполнил в своей жизни. Я так и остаюсь несчастным потребителем энергии чужого счастья. Я так и не смог сделать себя таким человеком, который только дарит энергию счастья. Так и не смог. Поэтому дай людям счастье, дай этим людям возможность понять, как правильно жить. Ты знаешь, я не знаю. Вот так я думал, так я был настроен. Давайте сейчас в этот настрой попытаемся все вместе найти, пойти. Мы будем повторять слух спокойно, не торопясь, я желаю всем счастья, все вместе. счастье. А внутри будем желать, чтобы это счастье, которое я желаю, желал через меня святой человек, о котором мы думаем. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем Я желаю всем счастья. 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 Всем счастья. Я желаю 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 всем счастья. Спасибо вам большое. Всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.